Всем ола, красавицы и красавцы! Сегодня я к вам с обзором красоты из Испании, а именно испанского журнала Patrones, который раньше у нас выходил в серии журналов шитье икрой, но потом куда-то пропал и вот сейчас его нужно доставать немножко другими способами. Так что сегодня обсудим с вами все по косточкам. Где достать, сколько стоит, какие особенности и стоит ли вообще он своих денег? И сейчас кошка сдвинула мне штатив, я поняла, да? Вот. Обязательно напишите в комментариях, пользовались ли вы этими выкройками и есть ли у вас какой-то опыт с ними и возможно это кому-то будет полезно. Поехали! И прежде чем мы начнем, мы с корой. Я не знаю, видно ли вам эту тушку или нет, но она сейчас здесь снова разлеглась. Так вот, мы хотим, я хочу поблагодарить свою аудиторию за то, что вы со мной, за то, что вы здесь и что вы меня поддерживаете. В последнее время я выпустила несколько видео, где появились члены моей семьи, близкие мне люди. И как бы я не вчера родилась, я знаю, что некоторые вещи могут вызвать волну негатива и хейта на ютюбе. И вы себе не представляете, как это круто осознавать, что у тебя в блоге собрались такие потрясающие люди, такая аудитория, которая не оставила ни одного плохого комментария. Все слова были очень добрыми, очень поддерживающими, помогающими. Мое видео с названием вопрос-ответ вы тоже очень здорово и тепло приняли. Я это очень сильно ценю. Друзья, честно, я считаю, что у меня самая классная аудитория на всем ютюбе. Многие блогеры это говорят, но я вот сейчас, точнее каждый раз, как я начинаю об этом думать, чем дольше я веду блог, тем больше я это ощущаю на своей шкуре, когда ты понимаешь, какие замечательные люди сейчас здесь с тобой. Кошка, такой момент. В общем, большое вам большое спасибо. И 13 февраля у моего блога был день рождения, ровно год с того момента, как на нем появилось первое видео. Я в тот день не могла выложить для вас ролик, потому что я была на швейном квартирнике в Санкт-Петербурге, но сегодня в этом видео я хочу устроить небольшой розыгрыш для всех, кто меня смотрит. Вот, условия розыгрыша будут в конце, досмотрите. Как я уже сказала, журнал испанский, и отличается он прежде всего тем, что на страницах публикуются, ну, прям натурально дизайнерские модели, прямо с фотографиями с подиумов или из лукбуков. И в связи с этим я сейчас вспоминаю недавний обзор Кати Бэби Инфинити на журнал «Трендс Бутик», который совершенно другой журнал на самом деле. Но она там упомянула интересную вещь. Проходила информация, что для этого журнала изделия не шьют, а заранее покупают в итальянских бутиках. Потом делают лекалы, как бы похожие на то, что куплено, а для журнала вот фотографируют покупки. И когда я сейчас смотрю на патроны, я прямо четко вижу, где изделия, которые отшиты и рядом с которыми нету пометки, что это на базе работ дизайнеров, да, потому что они отшиты, неважно. А где это реально дизайнерские вот вещи, где это фото с подиумов или просто что-то, видимо, купленное в магазине. Поэтому у меня возникает невольный вопрос, а не будет ли здесь в той же ситуации, что я захочу сшить то, что вижу на фото, а получу нечто иное. Поэтому, опять же, пожалуйста, напишите в комментариях, если вы по этому журналу сшили. Это прямо очень-очень важно. Ну и как же его можно получить? Получить его можно на самом деле очень легко. Для этого достаточно быть обладателем современного смартфона. Например, у меня это Samsung A20, и я на него снимаю, поэтому не могу вам его показать. В общем, берем свой смартфон и заходим в магазин приложений. В моем случае это Play Market. Захожу туда и ввожу в поисковике Patrones. Видим иконку приложения с розовым шрифтом на белом фоне. У меня это приложение установлено, поэтому я его могу сразу открыть. Внутри оно выглядит вот так. И кликнув на любой номер из галереи внизу, вы увидите три опции. Get Preview, то есть предпросмотр. Subscribe, то есть подписка. И там, где цена, это про купить номер. Я нажму сначала Get Preview. И пока Preview загружается, покажу, что галерею номеров можно передвигать пальцем в сторону, и так вы увидите более ранние выпуски. Их там много. Первое, что видим на Preview, это, разумеется, обложка. Дальше первые страницы журнала с оглавлением и фото из выпуска. И в конце технические рисунки. В принципе, этой информации достаточно, чтобы сделать выбор, покупать номер или не покупать. Я решила, что хочу купить, поэтому нажимаю кнопку с ценой 409 рублей. Процесс оплаты пропускаю, так как это личные данные. И после этого номер начинает скачиваться на мой телефон. Сразу говорю, PDF-файл журнала вы потом оттуда нормально не вытащите. По крайней мере, как-то легко. Все, после скачивания журнал доступен вам в вашем смартфоне полностью. В том числе, вы можете скачать выкройки. И сейчас покажу, как это происходит. Итак, на страничке с инструкцией слева от названия изделия есть черная стрелка. Как бы значок скачать. То есть, видите, платье Виктория Бекхэм и слева стрелочка. Вот она нам и нужна. Нажимаем на нее. Но мой телефон при этом предлагает выбрать браузер, через который будет проходить скачивание. На самом деле, это не принципиально, что вы выберете. Потом, наверху у меня появляется значок того, что есть какой-то скачанный файл. Он называется... Название начинается с лога PAT. Как бы PATRONES. Естественно, от выкройки, которую вы видите в своем телефоне, вам толку мало. Но я вам примерно расскажу, что вы там увидите. Эти выкройки, они достаточно компактно расположены. То есть, для первого платья выкройка расположена на 9 листах. Естественно, она расположена не так, как, скажем, у VITISOUS, которую я все время припоминаю, потому что много пони шила и шью. То есть, там обычно выкройка расположена так, чтобы вы сразу могли вырезать нужные вам детали. Здесь нет. Здесь детали накладываются друг на друга. Вам нужно будет их переснимать. Ну, зато, опять же, экономия бумаги. Вы и так заплатили 409 рублей. Чтобы эту выкройку вытащить, заходим в телефон, в папку DOWNLOADS. Загрузки. Вот там она и лежит. Ее уже достать как раз довольно просто. И сейчас самым логичным было бы продолжить обсуждать технические характеристики журнала. Но, честно говоря, я уже хочу начать его смотреть. Поэтому сейчас будем смотреть. Но, ребята, на самом деле, это не самый мой любимый выпуск журнала. И совсем не из-за него я начала связываться со всеми этими приложениями, скачиваниями и обзорами. На самом деле, моя любовь, из-за которой все и началось, это журнал номер 416, в котором опубликовали выкройку красного платья кейпа от Валентина. И этот номер 416 мне понравился и по составу больше, и особенно меня зацепила коллекция плюсиков. Потому что вот в этом журнале, когда я его листала, я вообще не поняла, где коллекция плюсиков. И вы, скорее всего, тоже не поймете. А в журнале 416 видно, что девушка с формами, девушка-пышечка. И понятно, как на ней работают вот эти вещи больших размеров. И мне понравилось, как они работают. Поэтому, друзья, если это видео наберет 5000 просмотров, я выпущу для вас второй обзор номера 416, независимо от того, когда это произойдет. Ну и теперь смотрим. Обложку мы с вами уже видели. Предлагаю начать с первого изделия. И это элегантное кутюрное платье от Виктории Бекхэм. Рассматривать платье предлагаю сверху вниз. Сверху у нас необычный фигурный вырез. У меня есть предположение, что для того, чтобы он вот так вот выглядел, туда нужно вставить специальную штучку, название которой я сейчас, естественно, забыла. Но у меня, у мужа, в пальто, которое сшито в ателье, была такая вставлена в воротник. В общем, они вставляются для того, чтобы какие-то вещи из не самых формодержащих тканей такие сохраняли форму в нужных местах. Вот в том числе в вырезах или в воротниках. Не знаю, был ли здесь использован этот прием, но возьмите на заметку, возможно, кому-то пригодится. Далее мы видим, что выточки у нас размоделированы в горизонтальные швы. И это тоже придает платью определенный колорит. У нас здесь есть супатная застежка по линии переда. И тут очень интересная юбка. Я не буду вам показывать раскладку выкроек из журнала, потому что я боюсь, что это может быть признано нарушением авторских прав. Я, в принципе, боюсь, что часть этого выпуска может быть нарушением авторских прав. Но просто обратите внимание, что она выглядит как ГД, но на самом деле она кроится не как ГД. Там верхняя часть скорее как юбка-футляр, а внизу у нее выступы, которые затем застрачиваются в складке. В итоге получаем эффект, когда юбка одновременно женственная и прилегающая, но при этом внизу не стесняет движений. Как всегда, прошу вас обратить отдельное внимание на обувь, которая используется на подиуме, и на аксессуары. В данном случае это прекрасный пояс. Конечно, такой пояс, как на фото, мы с вами навряд ли сможем легко получить, но Пресвятой Алиэкспресс всех спасет. Дальше посмотрим разворот. На развороте у нас льняной костюм, состоящий из блейзера и комбинезона. Кстати, именно два льняных костюма в этом номере являются спонсорами моего внешнего вида и того, что я перед вами в своем любимом льняном платье. Ссылку на выкройку платья оставлю внизу в инфобоксе. Начнем, наверное, с комбинезона. Комбинезон очень интересный. И я на самом деле нашла для него аналог в магазине Net-a-Parte у дизайнера Norma Kamali. Только там он в тигровом принте. Я не буду его сюда вставлять, потому что он реально вот прям точно такой же, только в принте. Пройдемся по особенностям. Здесь очень ярко выраженный бельевой верх. И я думаю, это очень правильное решение, что внизу сделали комбинезон, добавили брюки, а не превратили модель в платье, потому что платье бы смотрелось совсем как комбинация. Вот прям ночнушечка. Далее, верх здесь обработан подкладкой, что видно по раскладке. Брители предлагается делать с регуляторами длины. Это прописано в материалах, которые потребуются для пошива. И сзади в спинку вставлена резинка. Застежка. Это молния в боковом шве, а то, что вы видите впереди, судя по всему, имитация. Комбинезон очень красивый. Более простой, чем тот, что я показывала у себя в сообществе из Бурда. Потому что там чашечки, которые не очень легко подгонять, а здесь рельефы, которые подгонять таки проще. И при этом технология здесь как будто более замороченная. Потому что все-таки и подкладка, и резинка, и регулировка бретелей. В общем, такая вот модель для тех, кто любит посложнее. Дальше блейзер. Вообще у меня по его поводу противоречивые эмоции. Потому что именно сама модель, это моя самая любимая модель блейзеров. Я просто в восторге. Это мой эталон. И когда я в следующий раз возьмусь за какой-нибудь жакет, я скорее всего выберу что-то подобное. Я вот очень ждала новую выкройку от Вики Солу с жакета. Но он по итогу оказался совершенно не таким, к сожалению. Но это не важно, мы сейчас не о том. Значит, чем мне нравится блейзер? Мне нравится, что здесь правильный такой современный объем. То есть он очень широкий, неприталенный. Но при этом он не выглядит мешковатым. И хорошо компенсирует, скажем, какие-то очень женственные вещи. Он будет хорошо сочетаться с очень большим набором других изделий. И с женственными платьями, и со строгими какими-то брюками. И еще мне нравится пропорция объема жакета и ширины воротника. Вот воротник это вообще всегда моя боль. Мне все время кажется, что они какие-то либо слишком узкие, либо невнятно средние. А здесь широкий воротник, который красивый. Для меня на мой личный вкус. Что мне не нравится, это качество пошива. Я думаю, вы сами видите, что на фотографии и лацканы на жакете выполнены. Ну, такое себе. И комбинезон явно не пытались посадить на грудь модели. Но уж как есть. Главное, что мы по техническому рисунку можем понять, что хотел сказать автор. Дальше по курсу опять ледяной костюм. Уже в нежно-голубом цвете. Прямо как мое платье. И этот костюм состоит из жакета и брюк. Жакет по сравнению с предыдущим более приталенный, меньшего объема. Карманы тут чуть-чуть другие. Тут есть клапаны. И воротник более узкий. Но не такой узкий, какой я вообще не люблю. Тут средненький. Такой тоже весьма пропорциональный по отношению ко всему изделию. Брюки, судя по всему, классические. Что мне в них особенно нравится, это застежка. Здесь застежка не на пуговицу, а, видимо, на крючки. Я люблю такую застежку, потому что мне кажется, будто застежка на кнопку изделие немножко упрощает. А крючки делают его более элегантным. Хотела сказать слово дорогой, но действительно оно не всегда уместно. Также мне нравится образ девушки. В том числе посмотрите на ее браслет. В прошлом году очень вошли в моду украшения, похожие на детские, такие яркие, цветные. Не совсем такие, как на руке у девушки, но здесь настроение сохраняется. Не эти гламурные золотые цепи или бюджетерия с жемчугом, а именно что-то цветное, что очень разбавляет общий пафос делового костюма, пусть он и из льна. Посадка у жакета, конечно, ужасная. Опытные мастерицы это и без меня видят, но я это проговариваю для новичков, потому что нередко вижу у новичков в первых изделиях, особенно сложных, дефекты посадки, которые они просто не видят, потому что они не знают, что это они. Вот поэтому я иногда беру на себя смелость, сама не будучи профессионалом, что-то такое комментировать. Больше жакетов богу жакетов! Скажу я, глядя на следующий комплект, и в принципе это описывает концепцию всего этого номера, как вы потом увидите. Здесь у нас комплект из жакета и платья, и тут жакет, блейзер, еще более короткий, еще более приталенный, воротник тоже чуть короче, чем был до этого, ну тоже он средний, он не совсем узкий. И тут посадка мне тоже не очень нравится, потому что у нее, судя по всему, плохо проведено ВТО, у нее это у девушки модели. Прямо по выточке видно, что она лежит как-то не совсем так. Но тем не менее, я уже неоднократно говорила, что иногда эти вещи можно прощать, если вы понимаете, что, во-первых, вы просто вдохновлены в целом образом, а во-вторых, если выкройки хорошо подходят вам по параметрам, и вам не надо их подгонять. Что касается платья, платье мне безумно нравится, мне кажется, что это идеальное платье для делового гардероба. С одной стороны, это классическое платье-футляр, которое облегает все формы, что у нас наши российские женщины очень даже любят. Но при этом у него достаточно скромная длина выше колена. У него V-образный вырез, который красиво открывает шею, ключицы, но при этом не уходит слишком глубоко. Есть рельефы, которые помогут его подогнать без каких-то чрезмерных усилий. Я думаю, что если вы сделаете макет или оставите просто большие припуски на швы, то у вас все получится. И оно не скучное, потому что у него рукава выполнены по принципу реглана, появляется такой немножко спортивный вайп благодаря им. И вы можете использовать здесь приемы какого-нибудь колор-блокинга, например, или использовать ткани с принтом и по-разному направлять принт. А можете сделать его вот таким вот классическим темно-синим или черным. В общем, чудесная и довольно простая моделька надо брать. На следующем развороте вы видите дизайнерские вещи. Я не возьму на себя смелость это все читать на других языках, но вы видите, что написано Тренч и дальше название компании, бренда, который его выпускает. То же самое с платьем. Платье тоже брендовое. Тренч мне понравился до безумия. Почему? Дело в том, что большинство современных сервисов выкройек работает по принципу продавать то, что лучше всего покупают. Ну, это логично. И открою вам секрет. Я, конечно, здесь не специалист и не маркетолог, но у меня есть сильное подозрение, что выкройки сложных вещей, в том числе верхней одежды, покупают гораздо хуже, чем какие-то элементарные свитшоты, рубашки без усложняющих элементов и так далее и тому подобное. У нас очень часто любят люди говорить, что бурда, как это нормально-то сказать, чтобы цензурно. В общем, что бурда слишком сильно упрощает свои модели и пошла она не по тому пути и хочет чего-то более сложного. Но это хочется активному меньшинству. А большинство людей хочет чего-то простого. Поэтому, когда что журналы, что выкройковые сервисы подбирают модели верхней одежды, они выбирают либо типичную классику, которую точно возьмут, ну потому что это классика, ее всем надо, либо просто копируют конкретные вещи с подиума, как это делает, например, Грассер. Ну, потому что человеку может захотеться заполучить именно брендовое изделие. Тогда, да, тогда есть шанс, что приобретут. Ну и стоят эти выкройки, как правило, дороже, чем другие. Потому что, опять же, это поможет их хоть как-то окупить, окупить их создание. И за что я люблю выкройки из журналов? Что из Burda Style? Что вот из Patronus? За то, что они нам предлагают модели нетипичные. Сшив такой тренч, я точно не встречу никого на улице в похожем. Возможно, я встречу кого-то в тренче, ну, от тех же Грассер. Но вот в тренче от Patronus прям с очень небольшой вероятностью. Чем отличается тренч? Во-первых, очень широкий воротник, тоже с налетом ретро, которое у нас, как известно, в тренде. И крайне длинные отлетные детали. Они доходят буквально до линии талии. Кстати, очень похожий прием использован в тренче от The Row. Опять же, не буду его здесь показывать. В целом и так понятно. Еще важно, что тренч сшит без подкладки. Следовательно, нам будет работать над ним чуть проще, чем над какой-нибудь классикой. Что касается платья. Чего-то прямо мега дизайнерского я в нем не вижу. Но это не отменяет того, что платье само по себе чудесное. Оно представляет собой хороший пример женственного платья, в котором все приемы работают на одну общую идею. Это не максимально простое платье на запахе, которая вот такая чисто размоделированная база. А здесь у нас и валан по линии низа, и рукава вот такие с защипами красивые. И выточки сложные. В общем, НАТО зануду одобряет. Если бы я любила женственные платья, я бы шила, и я бы взяла на заметку на вашем месте, если вы такое любите. Жакет в стиле Шанель. Но на самом деле бренд здесь не Шанель, а Алимара. Что мне нравится? Во-первых, то, что он, несмотря на стилистику, свойственную дому Шанель, выглядит иначе, благодаря лацканам. И мне нравится решение с кармашками. Я не знаю, будет ли это видно, если бы девушка встала в нормальную позу, где хорошо видно сам жакет. Но сейчас у меня создается впечатление, будто клапан и карман это один комплект, но клапан почему-то отскочил вверх. И мне это интересно. То есть мне хочется разглядывать такое изделие. Ну и понятно, что здесь вся коллекция отшита в розовом цвете, а попробуйте ее представить, например, в черном. Мне кажется, в черном или, скажем, в нежно-голубом она будет выглядеть ничуть не менее эффектно, но приобретет другой характер. Еще одна дизайнерская модель. Нарядная юбка, которую вписывают в, судя по всему, повседневный гардероб. Мне такая концепция на самом деле очень нравится, но я здесь вижу и плюсы, и минусы. Я вообще любитель вписывать нарядные вещи в повседневный гардероб. Я это делала до того, как засела дома с удаленкой и декретом. Но я неоднократно слышала такую точку зрения, что из-за того, что сейчас смещаются границы между дресс-кодом на какие-то мероприятия и повседневностью, мы перестали настолько ярко радоваться возможности куда-то выйти и нарядиться. Перестали чувствовать вот этот переход, трансформацию. И иногда этого не хватает. Когда имеешь возможность нарядиться каждый день, это не означает, что для тебя каждый день станет как праздник. Это означает, что ты можешь перестать это ценить. Тем не менее, повторюсь, я этот прием люблю. И если я выйду когда-нибудь на работу опять, то, может быть, подобную юбочку сотворю. Сочетать ее можно и с классическими блузками, и с рубашками, и со свитшотами. И я уже говорила фразу «больше жакетов богу жакетов». Я думаю, вы начинаете догадываться, почему. Начнем, наверное, не с жакета, а с брюк. Брючки здесь тоже скорее классические, укороченные, в длине 7,8, такие облегающие. Мы их неоднократно с вами видели и обсуждали, когда говорили про борду, так что тут промолчу. Что касается блейзера, в данном случае он более приталенный, но более удлиненный, чем, скажем, синий, который мы видели. И форма воротника здесь тоже чуть-чуть отличается. Но я не знаю, это сейчас вот кого-то уже волнует. Вы уже перестали их различать или еще нет? Напишите в комментариях. И на следующем развороте, вы не поверите, очередной жакет. Все, кстати, жакеты представлены в выпуске на подкладке. Это не то, чтобы они отличаются отсутствием или наличием ее. На самом деле нет. И у меня глаз, честно говоря, совершенно замылился, поэтому я сейчас не буду акцентировать внимание на том, чем они отличаются, с вашего позволения. Просто сойдемся на том, что жакеты здесь, ну, вроде как разные. У них тут буквально небольшие нюансы в виде объемов и пропорций разнятся. Гораздо интереснее джинсы, естественно, брендовые. И вот именно эти джинсы навели меня на мысль, что, возможно, для журнала изделия не только шьются, но и покупаются. Потому что отшить такие джинсы и привести их вот в подобный вид с потертостями по частям переда, по швам, по шлевкам, ну, это как бы очень нетривиальная задача. И я не думаю, что этим бы стали заморачиваться. Так что есть у меня некоторое предположение, что здесь имеет место жульничество. И брюки эти не шили, а нам только предлагают выкройку, которая на них похожа. Но если отбросить сомнения, брюки мне нравятся. Это мой любимый цвет, любимый размер. Они, если верить тому, что я вижу на девушке, похожи на бананы. У них есть складочки в районе живота, значит, можно будет прикрыть животик. Будут очень удобными. Они смотрятся не совсем стандартно, благодаря тому, что защипы двойные и в районе защипов шлевки. Пояс, судя по всему, довольно широкий. Ну, в общем, симпатичная модель. И очень универсальная, и очень комфортная. И можно шить из разных тканей. Что еще я здесь вижу? Я вижу заниженную линию сидения на выкройке. Точнее, не на выкройке, а на изделии вижу. А на выкройке надо еще посмотреть. Это значит, что, во-первых, опять же, они будут, скорее всего, довольно комфортными. А во-вторых, их можно попробовать использовать как нижнюю часть комбинезона. Так, и еще пару слов про стилизацию. Деним одного цвета здесь сочетают с денимом другого цвета и с клеткой. Это типа тренд, но на самом деле это тренд, который к нам приходит постоянно. Просто каждые пару-тройку лет. И мне кажется, что его скорее имеет смысл рассматривать не как тренд, а просто как прием. Но мы же понимаем с вами, что визуально всегда гармоничнее, когда сочетается деним одного цвета. Это просто наш мозг так воспринимает, как гармонию. И если женщина комбинирует, или мужчина, деним разных цветов, очевидно, что этим он хочет что-то сказать. Как-то выделиться из толпы. И далеко не все это способны правильно преподнести. Образ стильный. Его можно скопировать, но только если вы понимаете, что он соответствует вашему внутреннему миру. Блейзер The Coupels. Шьется из кожи. Представлен в журнале как отдельная выкройка, хотя не знаю, есть ли в этом смысл. Мне очень нравится сочетание кожи с денимом. Мне нравится сочетание кожи со шляпой, которая на девушке. Такие шляпы у нас тоже были очень модными в прошлом году. И в этом году тоже наверняка что-то подобное вернется. Ну и, конечно, у нее великолепная прическа, которая, впрочем, многим из нас не светит. Девочки, надо придумывать что-то другое. Куртка Марина Ринальди. Куртка очень интересная, с необычной линией карманов и с разнообразной отделкой, которая как раз делает вещь очень текстурной и которая заставляет нас присматриваться и разглядывать данную куртку. Главный вопрос, который у меня возникает при взгляде на куртку, это как ее шить, если ты являешься новичком, а прочитать инструкцию на испанском не можешь. Судя по всему, только как-то воспроизводить по фото, либо мучить гугл-переводчиков и всех своих друзей, которые когда-то учили испански. И то не факт, что поможет, кстати. Жакет Punta Magia или как-то по-другому он, наверное, читается, не рискну воспроизводить. Похож на жакет в стиле Шанель. И вот, по-моему, как раз он шьется без подкладки. Шьется он из букле. Это я прям узнала слово на испанском. Оно очень похоже на русское. Симпатичная вещь, но ради него бы я покупать журнал, конечно, не стала. Есть и другие источники, где можно найти нечто подобное. Ну а внизу, на том же самом фото, мы видим джинсы Levi's. И к слову о похожих выкройках. Да, нечто весьма похожее мы видели с вами и в Бурда, и есть это в различных инстабюро выкроек. Можем вдохновиться. Да, пожалуйста, что отличает данные брюки? Это необработанная линия на манжетах по линии низа. И, опять же, заниженная линия сидения. Дальше идет раздел, который мне нравился, когда я смотрела журнал в бумаге. Ну и когда я его рассматриваю сама в электронном виде, мне тоже нравится. Но рассказывать про него на камеру, конечно, очень-очень неудобно. В общем, предлагаю вам просто следить по максимуму за техническими рисунками, которые появляются на экране. Первое это тренч Ральфу Лорен. Его нам даже показали на модели, хотя, естественно, видно его не очень. К слову, тренч на модели отличается от тренча на фото и на техническом рисунке, так что, возможно, все-таки ребята действительно сами шьют. Тренч очень похож, скорее, на классическое пальто Бушлат, но только это тренч. Фанаты тренча могут взять на заметку. А вот дальше прямо моя любовь, изделие, которое бы я с удовольствием сшила, это топ моего любимого бренда Кос. Кос это один из моих самых любимых брендов одежды современных. Я очень рада, что они сейчас появились в России. Но я, конечно, стараюсь не покупать себе одежду, а скорее шить. И такая выкройка для меня просто подарок. Даже если я не воспользуюсь имеющейся в журнале, я, по крайней мере, посмотрю, как она выполнена и смоделирую по своей основе. Да, вы видите, что топ выполнен в стилистике бренда. Это стилистика минимализма, но с необычными деталями, как вот здесь складка в районе груди. И юбка серый. Я уже пытаюсь читать на испанском фальдо. Я вообще пока готовила обзор, по-моему, очень сильно пополнила свой испанский словарный запас. Это я по-испански вообще не говорю. Это юбка мини с кармашками, которые сдвигают ее немного в сторону стилистики сафари. Но, честно говоря, меня она особо не впечатлила. Мне гораздо больше понравилась та, которая появится через несколько слайдов. Розовая блузка Карла Палацца. Ну, это классика. Она может быть и розовая, и голубая, и белая. Выкройка классная. Точнее, не выкройка, а само изделие классная. Но я бы не стала ради него покупать журнал. Он можно смоделировать на любой базе, которой вы пользуетесь. То же самое касается юбки. Ну, юбка, ну, мини. Составная из нескольких частей. Легко можно смоделировать просто на чем угодно. Хоть по выкройке из бурда шить легко и быстро. Пальто Эскада. Вот пальто мне как раз запало в душу. Оно, судя по всему, сшито из двусторонней пальтовой ткани. Это у нас сейчас очень модно. И во всех брендах, магазинах масс-маркета уже такие появились. Естественно, скопировать модель от Эскады было бы очень круто. Другое дело, что я смотрю сейчас подобные вещи можно приобрести и на распродажах, и на Алиэкспресс. И за очень-очень небольшие деньги. И если у вас стандартная фигура, не факт, что оно того стоит. Да, мучиться с выкройкой еще из незнакомого журнала. Что-то там воспроизводить. Когда можно просто пойти и купить за дешево. Вот примерно за стоимость ткани. Что касается топа и юбки. Топ и юбка довольно скучные с точки зрения фасона дизайна. Но это укороченный топ и удлиненная юбка-карандаш. Да, юбка, кстати, H&D. Другое дело, что сам по себе образ, который здесь собран, мне кажется чрезвычайно удачным. Вот то же самое, кстати, касается предыдущего. Там, где было красивое сочетание цветов. Розового и такого разбеленно-бирюзового. Вот здесь образ классный. Можно его тоже себе как-то сохранить. И при случае, когда вам потребуется быстро обзавестись чем-то эффектным, буквально за пару часов сшить такой короткий топ и базовую в юбку-карандаш. Розовая куртка-косуха. Про косуху мало что могу сказать. Мой опыт пошива косухи был не самым удачным, но и не самым показательным с другой стороны. И я вам открою секрет, я сейчас еще приобрела себе марафон по пошиву косухи от Любови, который они запускают. Я не буду шить в рамках этого марафона, точно так же, как и Пуховик. Но я хочу посмотреть технологию и сравнить с той, которую дает Селф Тейлор. Возможно, дам вам какую-то обратную связь, но это будет уже история для совсем другого ролика. Единственное, что здесь хочу сказать, что шить косуху по журналу из кожи я бы точно не стала. Вот из ткани, да, из кожи, пожалуй, не надо. А вот юбка, это тоже будет тема скорее для отдельного ролика, который я выпущу, наверное, через пару недель. Но я вам про него не скажу. А первыми этот ролик увидят мои патроны. И да, к слову, у меня есть Патреон. Патреон это такая площадка, на которой вы можете поддерживать своих любимых блогеров финансово. Подписка на мою страничку стоит 2 доллара в месяц. Вы, в принципе, можете подписаться только на один месяц и после списания средств отписаться. В любом случае, я буду вам очень рада, буду рада вашей поддержке. Она меня очень мотивирует. И я трачу деньги, которые получаю с Ютуба и с Патреона, только на швейные вещи или на вещи, которые развивают мой канал. И также у меня на Патреоне есть какие-то бонусные видео. Там сейчас я выкладываю свои влоги по учебе. Раз в месяц идет обзор какого-то отечественного сервиса выкроек. И еще я там заранее показываю свои покупки. Если вам интересно или если вам просто хочется сделать мне приятно, то добро пожаловать. И далее коллекция, про которую я сразу вам скажу, что это коллекция для плюсиков. Потому что, когда лично я ее увидела, я не догадалась, что это плюсики. И возмутилась, зачем мне опять показывают почти такой же блейзер, какие были до того. Почти такие же брюки, которые были до того. И классическую белую рубашку, которая похожа на розовую, которая была до того. Фактически в этом номере плюсикам предлагают деловой гардероб. И между прочим, весьма неплохой деловой гардероб. Тут у нас классический блейзер с неформальным акцентом на локтях. Такая заплаточка. Причем заплаточка условная. Хорошо рифмуется с карманами в рамку, потому что рамка выполнена из такого же материала. Манжеты у жакета не самые простые. Здесь у нас пуговички. Давно я уже не видела подобных манжет в той же Burda Style. В комплект к жакету идет белая рубашка, комиса бланка. И в этом месте я тут же в голове запела песню La Comisa Negra. Ну и внизу панталон негра, то есть брюки черные. В следующем образе снова демонстрируют брюки и жакет. И мне кажется, брюки хорошо подходят для девушек в размере плюс, потому что тут есть складочки, которые складывают животик. Я это уже сегодня упоминала, но больше в разрезе того, что это подходит мне. У большинства плюсиков тоже есть животик. И складочки, которые его скрывают, это замечательно. Последний раздел журнала посвящен детям. Размеры тут 12, 24, 36 месяцев. Ну то есть год 2 и 3. И здесь есть вещи и для девочек, и для мальчиков. Для девочек нам дают выкройку розового топа с рукавами-крылышками и рюшечками. И я здесь себе позволю небольшое сравнение с журналом Burda Style. Мне кажется, в Burda регулярно случаются похожие выкройки, но в них точно бы не стали делать вот эти дополнительные рюши в шве рукава. А здесь вроде как изделие для малышей, но его все равно дополнительно немного усложнили. То же самое касается комбинезона. Простой такой комбинезон с шортиками, но на лямочках есть украшения рюшечками. Второй образ для мальчишек. Вот я, кстати, люблю, когда в журналах у нас не только там отдельно девочки, отдельно мальчики, а когда есть и для тех, и для других. Другое дело, что мой мальчик, конечно, из этого размера давно вырос. Рубашка максимально простая, с цельнокроенным рукавом. Вот здесь-то точно не надо заморачиваться. А вот шортики мне, кстати, очень даже понравились своей идеей, потому что здесь необычные кармашки. И я посмотрела раскладку выкройки. Похоже, что шьются-то они легко, но выглядят немного необычно. И сейчас в процессе монтажа я поняла, что забыла показать вам еще два изделия для девочек. Они милые и симпатичные. Это блузка и сарафан, но не уникальные. Я прямо немного устала, но нам все еще есть что с вами обсудить. Давайте пройдемся по блюзам и минусам. Лично я у патронос вижу три огромных плюса, за которые я готова ему простить много и даже периодически отстегивать такую не самую малую сумму за каждый выпуск. Самый первый и самый главный плюс – тут представлены модели реально дизайнерских вещей. И по данному журналу вы можете сшить нечто совершенно уникальное и довольно сложное. За что как раз у нас ругают бурда, да? Кстати, да, бурда до сих пор на нашем рынке, а патронос еще нет. Это вот к слову о том, что все очень активно кричат, что не хватает сложных моделей, а по факту где они? Ну ладно, это другая боль. Плюс номер два. Здесь реально 40 моделей. Вот в бурда стайл пишут 40 моделей, ну раньше по крайней мере писали, а по факту начинаешь смотреть, там моделей 6-7, минимум это повторы. Здесь их правда 40. Даже все эти жакеты между собой различаются. Ну и плюс номер три – это подача. Красивые картинки, красивые фото, можно вдохновляться, можно что-то для себя почерпнуть, даже если не собираешься шить по выкрикам. Для меня это важно. Я редко шью по бурде, но я обожаю ее смотреть, и я регулярно ее покупаю из-за того, что мне нравится ей вдохновляться. Но есть, конечно, и минусы. Ну, давайте, наверное, с минуса, который важен, потому что это технические характеристики, а именно размерная сетка. Сейчас она будет на экране. У журнала есть особенность. Для каждого изделия нам дают с вами три размера. Да, три. Три размера, Карл. Расположены они по принципу 38-42-46, или, например, 40-44-48. То есть, как бы один размер пропускается. И в целом, если вы владеете соответствующими техниками, ну или просто посмотрите какой-нибудь МК на том же сайте Бурда Стайл, вы сможете достроить промежуточные недостающие. Но это неудобно. Это надо совершать дополнительные телодвижения. То же самое касается и размеров плюсиков, или размеров для детей. Я думаю, вы могли это заметить. Теперь к самой размерной сетке. Она отличается от размеров Бурда. Я сравниваю с ним, потому что это самый популярный иностранный источник выкроек у нас. Глядя на свои параметры, я могу сказать, что тут размеры смещены на один. То есть, по Бурду у меня 40, как здесь 42. И также параметры талии тоже смещены, как бы на один размер, но в другую сторону. То есть, у меня талия 74, и по Бурде это размер 40, а здесь 74 относится к 44 размеру. Еще один важный параметр – баланс. Посмотрите, пожалуйста, на мерки длина переда до талии, длина спины до талии. Ну, во-первых, я вижу, что тут они длиннее, чем, скажем, нужно на мою фигуру, но я беру себе обычно выкройки на минимальный рост, хотя у меня рост средний. Здесь это скорее рост средний и высокий. И, важно, между ними разница 2 сантиметра. Тут баланс составляет 2 сантиметра. Даже у моей, не самой выдающейся в верхней части фигуры, баланс 3, а то и 4 в зависимости от белья. А здесь 2. Для больших размеров, спасибо большое, 4. Я думаю, вы могли обратить внимание, особенно на первых фотографиях, видно, что девушки-модели совершенно такие плоские, еще более плоские, чем я. И вот теперь мне понятно, почему. Потому что именно на подобные фигуры выкройки и построены. Это фигуры в целом соответствующие силуэту песочные часы, то есть с выраженной разницей между грудью, бедрами и талией. Тут тонкие талии. Но вот в плане объемов, сверху там точно объемов меньше, чем мы привыкли. Насколько там их, там хорошо с объемом внизу, пока не совсем понятно. И еще хочу обсудить с вами мерку ширина спины, потому что многие жалуются, что у Бурда широкие спинки. Здесь ширина спины еще больше. По крайней мере, если верить табличке. Для моего размера так сантиметров этак на два. Если вы заранее промеряете выкройки и вносите коррективы еще до раскроя, то вот прям очень важно на эту мерку обратить внимание. И сразу же здесь обсудим второй минус явный. Это язык. Да, я вам обещала, что я к нему вернусь. Кстати, языковые школы и сервисы перевода по фотографии, здесь могла быть ваша реклама. Я попробовала переводы по фото, я попробовала переводы по словарю. В целом, скажу так, на мой взгляд, самое главное, что вы можете вытащить из журнала, не владея языком, это список материалов. Вот список материалов вам реально поможет. Инструкция по пошиву. Ну, для простых изделий, да, вы, наверное, разберетесь. Для сложных. И от всех плюсов и минусов мы перейдем, собственно, к камню преткновения, к цене. На самом деле цена зависит от курса. Очень сильно первый выпуск, который я брала, стоил мне 390 рублей, а вот текущий я брала при вас за 409. Это все курс. Оправдана ли эта стоимость? Во-первых, зависит от того, с чем сравнивать, но если учитывать, что мы покупаем по цене европейское, и мы сразу получаем все выкройки в электронном виде, еще и отдельные, мне кажется, цена нормальная. Другое дело, есть ли вообще смысл со всем этим связываться? Повторюсь, я повторю свою мысль из начала ролика. Я для себя даю ответ такой. Есть, если вы там встретили модель, в которую влюбились. А шанс ее встретить велик, потому что там классные дизайнерские выкройки. Ну, или дизайнерские модели. Но если вас в номере ничего не зацепило, коллекционировать его, конечно же, смысла нет. Я думаю, что про номер мы поговорили, и теперь к розыгрышу. И пока вы не забыли свои мысли по поводу сегодняшнего обзора, пожалуйста, поставьте ролик на паузу и напишите в комментариях, что вы думаете по поводу журнала Patronus, по поводу того, стоит ли его покупать, шили ли вы по нему, какие у вас впечатления остались. Потому что для меня это важно. У меня большая коллекция выпусков журнала, есть бумажные, есть вот уже два купленных электронных. И мне бы хотелось что-то по нему сшить, но мне страшновато. Вот. И я думаю, другим людям тоже будет интересно почитать. А теперь розыгрыш. Значит, розыгрыш в честь года моего канала для моей любимой аудитории. Долго я думала, что мне для вас разыграть, решила, что это будет один приз, состоящий из двух частей. Часть первая. Журнал от Тобра, седьмой за 2019 год, из серии Family. Он на самом деле новый, то есть я его только что буквально купила и получила. И выбирала я его по принципу максимально универсального набора выкроек. Ну, по крайней мере, на мой вкус. Мне кажется, что он довольно универсальный. Получился. Вот тут с обратной стороны тоже есть обложка. Видно, что здесь есть выкройки для мужчин, для любимых. Татьяна Шадрина говорит, что эти выкройки хорошо подходят на российские фигуры. Вот у кого-то из вас будет возможность проверить. Я себе тоже хочу такой журнал, но пока заказывала только один. Вторая часть приза, это отрез вот такого потрясающе красивого пыльно-голубого льна. Он не совсем пыльно-голубой, он скорее пыльно-цвета морской волны. Мне очень нравится. Он на большинстве людей достаточно удачно смотрится и на светлокожих, и на темнокожих. Ну и лен, это вообще материал, который я очень люблю и уважаю. Считаю его суперменом среди тканей. Здесь у меня почти 2 метра, не совсем 2, тут где-то 1,90-1,95. И если вам интересен этот приз, то нужно выполнить буквально несколько простых условий. Во-первых, быть подписанным на мой канал. Во-вторых, поставить лайк этому видео. И написать какой-нибудь комментарий, в котором написать способ связи с вами. Самое простое, это ник в Инстаграм. Но если ников Инстаграм у вас нет, то я могу связаться с вами, например, через сеть ВКонтакте. И все. Свою почту или номера телефонов, пожалуйста, не пишите. Я вас очень сильно прошу, потому что это разглашение личных данных, персональных данных. Если вы хотите поучаствовать, но никаких указанных соцсетей у вас нет, то вы можете просто, в принципе, написать комментарий, вы будете участвовать в розыгрыше, но надо подумать, как мы с вами потом таки свяжемся. Если вы готовы оставить почту после розыгрыша, то знайте, что нужно будет отреагировать на сообщение достаточно быстро, чтобы я ее удалила, и ей не завладели мошенники. Пишите свои комментарии. Я буду очень вас ждать. Рада была провести это время с вами. Всем пока. Живите и шейте с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok